Здравствуйте! В день записи данного видео мне пришло письмо, после которого я сразу, спонтанно решил записать это видео. И это и крик души, и недоумение, и многое другое. А для вас это видео будет пищей для размышления и шансом, наконец-то, кому-то изменить самое главное из своей жизни, ну или уже далее плыть по течению к пропасти. Давайте разберемся без самомнений, без фантазий, а только разум и объективность. Человек в данном письме поднял самую масштабную проблему современного общества. Химия в продуктах от агрохолдингов, ну это понятно, но и от фермеров, и даже огородников. Химия на полях и в огородах, а людям многим все равно. Так вот, как быть и что же тогда есть? Я разберу все по палочкам. Вначале зачитаю само письмо, затем зачитаю пять пунктов. Ну то есть, что можно делать? Все варианты, их только пять. Потом разберу это письмо и разберу эти пять пунктов, вот как я это умею делать. Тем более, что я лично для себя уже решил эту проблему продуктов питания. И могу помочь ее решить вам, тем, кто, конечно, захочет ее решать. Итак, Наталья Пас. Живу последние несколько лет в сельской местности, имею небольшой огород. Внимательно смотрю за соседями и за посевами и обработками полей. Скажу откровенно, питаться овощами и фруктами, спалить частных фермеров и огородников категорически нельзя. Там столько ядов и нитратов. Ужас. Обработка всего стала просто зашкварной. Наши деды были здоровы по одной причине. Не было столько ядов, сколько имеем сейчас. То, что написано на упаковках фунгицидов и прочего, считаю обманом. И накопительный эффект в грунте и нашем теле в скором времени скажется на здоровье человека. Теперь вопрос, а что же кушать? Кур пичкают гормонами, коров и прочую живность колят гормонами и антибиотиками. Еда для них тоже через комбикорма. Поля и сады опрыскивают неоднократно ядами, где взять чистую пищу. Ее просто нет. Только если человек имеет свое хозяйство и не использует яды в своем хозяйстве, что все же маловероятно. Кто живет в городе, не видит этой проблемы. Рынок или магазин ничем не отличаются. Нет уже тех продуктов, которые когда-то были. Давая рекомендации есть овощи и мясо, травяного от корма, на сегодняшний день задача невыполнимая. У меня очень многое, что есть сказать, дополнить, опровергнуть, пояснить по этому очень важному письму. Но об этом, как я предупредил, чуть далее. А теперь кратко перечисляю пять категорий людей. По сути, пять вариантов, как можно решить и как люди решают, собственно, или не решают эти большие проблемы. Первый. Нет денег и потому ем, что продают и что найду дешевле. Второе. Мне пофиг. Я быдло, бухаю, курю, сношаюсь, живу как безмозглое животное. Какая там химия, г-г-г. Третий вариант. Верю, что в дорогих магазинах, продуктах нет химии. Там все проверено. Мда. Четвертый вариант. Сам выращиваю, уехал в деревню, на хутор, в экопоселение, неважно. Ну и пятый вариант. Не могу, не хочу уезжать из города, но хочу покупать здоровые продукты. Понимаю, что наличие сертификатов или там дорогих магазинов, это никакая не гарантия. Как же быть? Ну а сейчас разбор письма. Давайте по полочкам разберем. Живу последние несколько лет в сельской местности, имею небольшой огород. Внимательно смотрю за соседями и посевами, и обработками полей. Скажу откровенно, питаться овощами и фруктами с полей частных фермеров и огородников категорически нельзя. Итак, мой хороший знакомый из Белоруссии, биофермер Голубики, вот когда я у него был в гостях несколько лет назад, смотрел хозяйство, технологии. Он мне, ну просто к слову, рассказывал о своих сотрудниках, постоянных и наемных сезонно, которые живут в соседних деревнях. Так вот они раундапом и прочими боевыми отравляющими веществами уничтожали и сорняки на огородах, и вдоль заборов у себя, чтобы не росло. То есть люди вообще действительно в большинстве своем не понимают, что они творят со своей землей, которая ответит им так же. Взаимно. По закону причинно-следственных связей. То есть, что посеешь, то и пожнешь, да? Неужели действительно непонятно, что вода в почве, с дождем, снегом, не только идут сверху вниз, кстати, вниз куда? И в колодцы, и в скважины, грунтовые воды, родники. Не только по склонам стекает, но и всасывается, распределяясь горизонтально в слоях почвы и подпочвенных слоях. И Наталья, автор письма, совершенно права, страшное происходит, безумие происходит. Леним руками подавить действительно на яблонях, так сказать, тлю, например, нет, они химию опрыскивают. Вот у меня, например, хозяйство огромное есть в Псковской области, и вот в одном только саду их несколько, около 500 растений, яблони, груши там и прочие культуры. Так вот, тля, разумеется, сезонно выходит, муравьи их пасут, что делаем мы? Мои сотрудники, там буквально два человека, идут и в этот один день за день, они просто давят этот тлю руками. Ну, верхушки деревьев, они еще небольшие, отклоняют и давят, когда большие, там уже вообще это не опасно. Есть натуральные методы, да, там повозиться больше надо, но действительно люди ленивы, а, неважно, все так делают, и мы будем. Я вам более того скажу, хотя, впрочем, чуть далее. Дальше в письме следующее, значит, там столько ядов и нитратов, ужас, да, люди и пичкают почву, обрабатывают растения, через растения яды проникают в плоды в том числе, ну, обработка всего стала просто зашкварной, совершенно верно. Наши деды были здоровее по одной причине, это, конечно, неправильно, ни одна причина всегда, причин много, они совершенно все объективные, но это, да, одна из главных причин, совершенно справедливо. Не было, мол, столько ядов, сколько имеем сейчас. Безусловно, одна из главных причин. Я вам более того скажу, с чем я борюсь постоянно во многих своих видео, за что некоторые злятся на меня. Борюсь с тем, что люди несут всякую чушь желаний просто жить, успокаивая себя ложью, самообманом, что, мол, все это ерунда, мой дед, он 95 лет прожил и так далее, то есть бездумно несут всякую чушь. Мне пришлось даже видео на эту тему сделать, которое я назвал, дед пил, курил, ел все подряд, прожил 95 лет, а вы-то тут при чем? Вот такое название, мол, внучки глупые, безмозглые думают, что и я, мол, проживу, ну, подсознательно, коль такое говорят, мол, в противовес тому, что я объясняю в своих лекциях про правильное питание, ЗОЖ вообще и так далее. И вот там я по полочкам разложил, да, и причин здесь несколько, безусловно, это одна из них очень важная причина, да. Далее в письме, то, что написано на упаковках фунгицидов и прочее, считай обманом, нет, ну, там написано все правильно, зачем же обманом считать, это несправедливо, просто там многое недописано, недосказано, это другое дело, но я прошу корректно относиться даже к тому, что вам не нравится. Вот я, например, беспристрастен всегда и объективен, ну, в своих умозаключениях и рассуждениях, нельзя в угоду даже правде подменять часть ее. И накопительный эффект в грунте и нашем теле в скором времени скажется на здоровье человека, он уже сказался, он уже сказался, накопительный эффект есть безусловно. Я вам еще один интересный пример приведу, был у меня в свое время, ну, долго у меня проработал, лет 15 водитель, но он как и помощник был, мастер на все руки, такой мужик хозяйственный все, вот, в Липецкой области живет сейчас. Ну, где родовая деревня, скажем, у него, да, предки жили. Так вот, и он абсолютно нормальным считал то, что он брал бочку железную, кидал туда весь мусор и сжигал полиэтилен, пенопласт, то есть всю ту химию, которая, сжигаясь, выделяет фенолы, формальдегид, диоксины и ветром разносится и к себе, конечно, на участок и к соседям. Вот это непотребные, вы видели, что когда-нибудь кто-то на садовых участках или прочих хозяйствах делает у себя, творит такое. Вы понимаете, действительно, до чего дошло, вот как изменено сознание человека, как не понимает человек порой простые истины, то есть, ну, то, что не нужно рассуждать, не может быть тут каких-то мнений, их вообще быть не может, это просто научный факт, что при сжигании таких-то изделий, пластика, пенопласта, ПВХ, поливинилхолорида, образуются страшнейшие отравляющие вещества, которых даже не было в том полимеризованном виде. Вы понимаете, и куда ветер это несет, да куда угодно, в том числе на ваш участок, на соседский, вы просто убийцы, ну, люди, это кто такое делает, ну, как таких назвать? Вот и накопительный эффект, совершенно верно, в том числе. А покупаете вы продукты, вон, с дорог, продают люди, вон, ездите по трассе с дачи куда-нибудь в город и на обочинах продают. Вот, господи, люди это покупают, а это часто выращено прямо вот в 10 метрах или в 100 от дорог трасс автомобильных. Вы что, не понимаете, что вы себя и своих детей убиваете просто, травите? Там жить-то нельзя, я понимаю, что люди живут, это другой вопрос. Это вообще, по большому счету, должна быть государственная программа по расселению этих деревень и поселков с предоставлением альтернативной, согласованной с хозяевами, там, или участков, домов, там, квартир, неважно, но по обоюдной договоренности. И все эти поля вокруг надо полосой 2-3 километра от всех трасс крупных засаживать либо каким-то лесом, чтобы он был потом строевым, хозяйственный оборот пущен, либо полем, ну, скажем, с рапсом и давленное масло шло на биотопливо, например. Вот как я бы, как рачительный хозяин, порядочный человек поступил бы, ну, на месте, скажем, президента и правительства. Но это, впрочем, другой разговор. Я говорю о том, что нельзя есть эту продукцию, а тем более грибы, которые собирают, которые как губка впитывают, тяжелые в том числе металлы, и еще этим человек травится. Ну, а далее женщина задает риторический, как бы, вопрос. Теперь вопрос, а что же кушать? Ну, об этом как раз вот мы дальше поговорим, но закончу. Курпичкают гормонами, коров и прочую живность. Курпичкают гормонами и антибиотиками. Дорогие товарищи, да вы что, там все проще гораздо. Там, во-первых, уже в комбикормах, во многих специальных, есть антибиотики, конечно, есть гормоны. Потому что там надо вырастить, и, ну, слушайте, голый капитализм, это получение прибыли любой ценой. Маркс вечную истину сказал, уже сколько там, 150 лет назад, чуть больше, да? О том, что там 300 процентов, или даже меньше, нет такого преступления, на которое капитал не пойдет. Ну, безусловно. А люди, которые в этой системе и готовы, приняв ее, идти с ней ногам-ногу, поощряют и играют на руку транснациональных корпораций. Теперь уже бабушка в деревне, оставшаяся, хотя их уже практически нет, ну, новые бабушки, скажем так, что делают? Покупают комбикорм каких-то известных фирм и кормят то, что у них есть. А внучки добрые привозят этот комбикорм, ну, или там транспортными компаниями доставляют, или там местные, кто в райпор распределяют. Ну, в общем, короче говоря, это так. Антибиотики уже на тех же птицефабриках давным-давно дают автоматически с комбикормами, с водой, чтобы не было эпидемий. И, естественно, чтобы не было потери никаких. Там каждая копейка считается, чтобы снизить себестоимость любой ценой, ценой жизни и здоровья людей, разумеется. Главное, чтобы было дешевле, а глупые люди радуются, что дешевле покупали там, где это дешевле стоит. Думая, что до сих пор социализм и дешево не значит плохо. Нет, дешево это сейчас значит плохо. Вот дальше пишет женщина поля, сады опрыскивают неоднократно ядами. Совершенно верно, но еще как. И где взять чистую пищу? Ее просто нет. Нет, это неправда. Где взять? Я сейчас поясню. Она есть, безусловно. И вот дальше. Только если человек имеет свое хозяйство и не использует яды в своем хозяйстве. Что все же маловероятно. Почему же? Вот мы, например, не используем абсолютно никакой химии. То есть вообще нисколько. И почвы, на которых мы это выращиваем, они не были либо вообще в сельхозобороте никогда, либо были 30-35 лет назад последний раз, а то и 40. И вот далее. Кто живет в городе, не видит этой проблемы. Да я вам более того скажу. Кто на селе живет, многие даже не видят этой проблемы. Люди сейчас как на селе живут? От телеящика до магазина, аптеки, посиделок в коридорах у врачей, ну и тыканье в телефонах даже уже у людей старшего поколения. А это все приводит к деградации. Вот такая это жизнь. Ну, жизнь, в которой больше ничего нет. И так не видят этой проблемы не только горожане, а многие жители села. Как 20 лет назад сказала одна бабулька, скажем так, в Тверской области, что зачем кур иметь, если можно в автолавке купить яйца. Вы понимаете? Ну и дальше. Рынок или магазин ничем не отличаются. Абсолютно верно. Вот абсолютно верно. То есть вот практически ничем. Ну, естественно, за редчайшим исключением. Исключение есть всегда. Нет уже тех продуктов, которые когда-то были. Есть такие еще продукты. Есть такие продукты. И вот далее, вероятно, претензиям нет. Давая рекомендации, есть овощи и мясо травяного от корма. Я мясо вообще не рекомендую есть никакого от корма. Ну ладно. На сегодняшний день задача невыполнимая. Глупость, конечно, выполнимая. А вот теперь давайте разберем 5 категорий людей. Теперь я зачитаю, что уже говорил, и разберу подробнее. Итак, первая категория. Да, вот большая часть людей по вполне понятным причинам. Дорогие продукты, качественные покупать не могут. Но говорить неправду, что задача невыполнимая, не нужно. И для людей с низким достатком она выполнимая. Потому что или покупать химию, продолжать дальше, или можно выращивать самим. Вы скажете, нельзя? Конечно, можно. Кроме редчайших случаев, когда один пожилой человек остался в квартире, детей никого нет, там всем брошены. Тогда общество, соседи, небезразличные люди должны помогать таким людям. А в остальных случаях, кроме редчайших исключений, всегда возможно. Итак, люди говорят, нет денег, поэтому покупаю, что найду дешевле. Но есть ли оправдание бездействию? А ведь большинство людей, кто такое говорит, обманывает себя. Это называется лживое самоуспокоение. Пояснить? Поясню. На примере пункта номер 4. Четвертого варианта действия. Ну, то есть, что эта категория людей может делать. И как бы я стал поступать, будучи я в этой категории людей? Вот я прям так и скажу. Как бы я поступил? Дождитесь, чуть далее поясню. Ну, второй вариант, это вот такой, знаете, определенный процент быдла, которого сейчас много. А мне пофиг там, мол, бухаю, курю, сношаюсь, живу, как безмозглые. Ну, естественно, он так не говорит, безмозглые животные, но он таковым является. Кто говорит и так, и таким тембром, тоном, который два слова связать не может. Какая там хида, ему плевать там на все. Господи. Таких сейчас много, да. Третья категория. Вот это прям кошмар. Это меня страшно злит даже, я скажу. Знаете почему? Ну, вроде умные люди, это такие, знаете, категория, ну, там, предпринимателей, каких-нибудь там менеджеров, топ-менеджеров, там, на телевидении, кто работали. Какие-то люди иные, у которых доход выше среднего. И они многие верят, что в магазинах, знаете, там все дорогих проверено. Типа азбуки вкуса, глобус гурме, там, значит, химии, значит, нет и тому подобное. Я просто в шоке, знаете, я не знаю, как назвать этих людей, ну, дураками назову так мягко и нежно их. Но я просто в шоке. Ладно, я один пример, я приводил много лет назад, а давайте его же приведу просто вот для... Вот когда биомасло кокосовое, био с сертификатами органик пошло в Россию, одна очень дорогая сеть завезла, и действительно био все, ну, у них же уже есть сертификаты. И потом они из той же страны импортировали, но уже не био, с сертификатами био, то есть там наклейки переклеили, там уже в той стране якобы био закупали, не био, и так далее. Ну, я вам... Ладно про Россию. В Германии, вон, лет 20 назад, 15, не помню, застукали одну сеть тоже био-яйца, а яйца были не био. Слушайте, читайте Маркса, ну, вот хватит летать в облаках. Бизнес глобальный не может быть честным. Ну, послушайте, ну, это действительно либо люди дураки, либо наивные, которые считают, что можно. Ну, глобально нет. Вы какое-нибудь отдельно взятое исключение. Я там, да, могут быть. А глобальный крупный не могут быть. Ну, не могут быть, потому что одна сожует другую. Потому что одни применяют подлые методы, чтобы выжить, больше заработать и загробастать рынки сбыта других. И другие также хотят, ну, кто кого сожрет. Ну, вы что, не понимаете? Так вот этим людям, которые имеют возможность покупать, но не покупают качественно, причем смотрят мои лекции, кто я просто в недоумении. Вот я даже знаю людей, которые вот там со мной, ну, сотрудничали раньше по другим видам каких-то моих работ. Например, у меня была серьезная элитная аквариумистика, много было в этой сфере знакомых, очень богатых людей. Так вот там, ну, может быть, треть только покупает из них мои продукты сейчас. Хотя для них это вообще, знаете, как вот несколько секунд подумать, купить или нет. Или, скажем, там набрать на сайте в интернет-магазине, да, заказ сделать. Это на любую сумму, ну, скажем, тысяч на сто. Так вот, за эти минуты считанные, пока они оформляют заказ, они больше зарабатывают, чем те же сто тысяч, допустим, там, или двести потратят на этот заказ. И кто они после этого? Разумные ли люди? Нет, абсолютно, конечно, нет. Я не говорю о тех людях, которые не имеют материальной возможности заказывать более дорогие качественные продукты. Понятное дело, я же не идиот говорить такое и всем одно и то же советовать. Нет, конечно, это все понятно, я дал другие советы. И я бы так поступил, сам бы поехал в экопоселение, объединился бы с кем-то, если бы сам не потянул. Продал бы квартиру, скажем, в Москве, за которой там можно купить, там, построить три-пять хозяйств, да еще и денег останется куча, там, и жить, ну, прекрасной, счастливой жизнью, трудясь, конечно, да, безусловно, но в радости. Или вот второй вариант я пояснил так. И вот людям состоятельным, которые тоже смотрят мои видео, я вот что еще хочу сказать. Вот вы, допустим, имеете возможность покупать продукты у нас материальные, но не делаете это. Тогда я просто в ступоре пояснить, почему еще, хотя уже пояснил, в принципе. А почему вы не хотите поддержать честное отечественное производство, которым сейчас и так непросто, а при этом смотрите мои видео, ну, идите тогда отсюда. Или вы хотите только получать, но не хотите ничего отдавать взамен, даже маленькую часть своего труда, своего времени, причем вам же во благо, а то получается как? Вы сейчас поддерживаете всяких мерзавцев, вредные производства, которые гробят и планету, и людей, и ничего. А мне некоторые вот так предъявляют претензии, что я что-то продаю, мол. Представляете, какие есть подонки? То есть я произвожу и продаю то, что спасает жизнь людям, продлевает жизнь, делает людей здоровыми, а мне кто-то претензии предъявляет, хотя сам что-то где-то обязательно покупает. А ведь выгода здесь должна быть обоюдная. И вы знаете, у нас ведь покупают разные люди. Очень много есть заказов в деревне различные, в той или иной области, в деревне, я серьезно говорю, некоторым покажется это странно, и пенсионеры заказывают. На 10 тысяч рублей минимальную сумму возможного ассортимента на нашем сайте можно заказать вообще-то легко, откладывая деньги, даже кто не богат, да, просто чтобы покупать реже, но качественнее продукты, хорошие и нужные для жизни и здоровья. А кто будет возмущаться, несправедливо, разумеется. Почему это у нас от 10 тысяч рублей? Я много раз это в видео своих объяснял, я даже видеоролик сделал на тему открытия специально второго интернет-магазина для тех людей, кто не имеет возможности купить у нас на 10 тысяч, а хочет купить, но на меньшие, суммы на любые. Так вот, мне пришлось отдать часть этого дохода человеку, кто это будет организовывать, отделение, скажем так, создать, интернет-магазин, да, и два магазина розничных в Москве. Они тоже могут отправить в любые города России, правда, не страны мира, но по России, да. Так вот, там от любой суммы и под каждым товаром на нашем сайте nadgar.ru, вернее, над каждым в рамочке красного цвета, что написано? Что если вы хотите или можете купить товар меньше, чем на 10 тысяч, то вот, пожалуйста, переходите и покупайте. Сказано, но некоторые до сих пор претензии предъявляют, не читая ничего, не видя, не думая, что это как-то так от 10 тысяч. Видите, как все в жизни устроено? Не совсем так просто. Пенять надо в основном на себя. А уж, по крайней мере, мне предъявлять в чем-то претензии непорядочно, глупо и просто низко. Потому что на это нет никаких ни прав, ни оснований, ни у кого. Вы сначала сделайте хотя бы сотой части того, что я сделал в жизни, не лично для себя, а вообще важных вещей. Ни одну деревню поднял, восстановил. Ни одно хозяйство, ни одно производство. А потом уже что-то говорите в мой адрес негативного. Разумеется, только в том случае, если на это будет хоть какое-то основание. А огульно, нагло, подло, это низко. Вот вы смотрите мои видео. Я на них трачу треть своей жизни. А покупать нет, не хотите у меня ничего. Куплю, мол, в другом месте. И кто вы тогда после этого паразит, который потребляет, но ничего не дает? Больше тогда мои видео вот такие не смотрите. Такая-то ваша благодарность. Ну и кто вы после этого? Более того, покупая у нас здоровые, качественные продукты, которые продлят вам жизнь и дадут вам силы и энергии больше, чем у вас их сейчас, вы сможете больше денег заработать. Если уж грубо говорить только о деньгах. Вы, бизнесмены, считаете, что это вложение в себя, что и есть на самом деле так. Не траты, а вложение в ваше здоровье. Кстати, которое деньгами вообще-то по-хорошему мерить вообще нельзя. А некоторые просто глупости пишут. Далеко в регион, слушайте, ну ладно, овощи, фрукты, понятное дело. Ну да, там если в дальний регион действительно это не дело, они испортятся. Зачем тогда их заказывать? А вот другие продукты, коих 99% у нас, в любой регион, где бы вы ни находились, за границей и так далее. Я уж не говорю про препараты для здоровья, там различные биодобавки и концентраты. Это вообще речь об этом, которые там два года хранятся и более. Ну, так сказать, и идти не может тогда речь просто. Что, мол, долго далеко. Вы же все равно где-то что-то покупаете. И то здоровье, это, наверное, для вас дорого, если вы разумные люди. И может быть разумно покупать качественное, тем более хорошее дело, производство, поддержать. Честные, которых сейчас очень мало. У нас сколько групп продуктов. И уникальные из биосырья различные сыроедные, причем веганские, лучшие в мире каши, супы, концентраты, где буквально в одном 100-граммовом или 200-граммовом пакетике, там много порций, кисели различные. Сухие концентраты весят мало, объем занимают малый, хранятся долго, вкусные. Что вам еще, как говорится, нужно? Молекулярные сушки сколько разных. Различные уникальные консервы. Первые в мире сыроедные. Посмотрите меня на сайте. Кстати, почитайте раздел отзывы. Пишут такие же люди, как и вы. Покупатели, которые оставили. Ну, малая часть, к сожалению, пишут. Мало людей, которые решили оставить отзывы, комментарии. Более того, у нас продукты-то и товары какие для восстановления здоровья, многим вообще в мире аналогов нет. То есть просто сравнивать некорректно. Там по цене тем более, потому что не с чем сравнивать. А многие любят название увидят похожее и сравнивают по названию. Ну, например, как по генераторам водорода и свободных электронов. Думаешь, что на Алиэкспрессе ведь тоже генераторы водорода? Ну, то же самое. Только убивают себя. Уж лучше-то ничего не покупайте. Почему? Что я имел в виду? А давайте я даже дам видео вот это, где я это поясняю. Один тут тоже недавно такой написал с таким, мол, делом, что ну это то же самое. И вот когда я ему это послал, он потом, в общем, извинился. Итак, к чему все это я? Всегда надо делать выбор осознанный и честный. Обманывать себя и других не следует. И себе надо так сказать, либо действительно мне плевать на все, я вот буду как живу, так и живу, ел дрянь всякую химию, так и буду и плевать, ничего в жизни менять не хочу. Или, да, я очень хочу менять, я понимаю, хочу прожить жизнь дольше, чтобы там внука правнуков увидеть или там дело свое завершить или след после себя в жизни какой-то в истории оставить. Ну, не важно, там, у каждой своей мотивации, для этого надо дольше и качественнее, главное, жить здоровее. И я денег у меня нет, вот поеду жить там в экопоселении, на хутор там, ну и все, что я говорил, да. Продам квартиру или там сдавать буду и прочее построюсь, есть небольшая сумма заначки и так далее. Или объединюсь с кем-то в артель там, в команду. Так, или человек деньги есть, зарабатывает и хочет дольше жить и здоровее. Ну, так и что? Ну, и покупайте тогда продукты у нас, вы же мои видео смотрите. Что-то получаете важное с этого, информацию, так и покупайте и себе хорошо сделаете и нам. То есть это обмен еще и энергии получается, это правильно, разумно. Ну, и вот что в завершении. Я очень важные ссылки оставлю вам. Ну, вот, кстати, посмотрите видео такие обязательно мои, как. Уберите химию с продуктов, как можно очистить продукты от нитратов, пестицидов, тяжелых металлов. Будет такое видео, ссылку оставлю в описании. Также видео, как вывести тяжелые металлы из организма. Пластик в почве, антибиотики в воде и как хранятся продукты. Это старое видео, ему лет 7 или 8. У меня в хозяйстве, ну, в Подмосковье, откуда идут отправки во все города России и страны мира. Это же, кстати, наши продукты, товары. Вы можете заказать в любой стране мира. Не переживайте, как вы оттуда платите. Мол, думаете, в России нет платежей, ну и не надо. Вы оплатите в Европе нашему человеку перечислениями. Ну, а мы вам, соответственно, отправляем заказ. Все очень просто. Заходите на сайт, выбираете нужную, интересную для вас продукцию. Оформляете заказ. С вами менеджер наш связывается. Вы оплачиваете и вам отправляется заказ. Не забегайте вперед. Все давно уже продумано и проверено. Там, тысячами отправок. И, естественно, вы не первый. Поэтому спокойно оформляйте. И я надеюсь, что взаимовыгодное наше такое сотрудничество будет долгие годы. Надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Очень важные ссылки я оставлю вам в описании под этим видео. Посмотрите внимательно все. Ну и до новых встреч.